Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А я уж это переживаю С Натальей Ильиничной мы общаемся Я говорю передавайте ему хоть поклон Как там он и что Да вот так и так все расскажет как есть Прослудные я же говорю У меня легкие они не работают Ни громкие, ни легкие Ну практически атрофированы Мне если заболеть Каким-то прослудным заболеванием Вот я же откашливаться не могу Я этой мокроты Затокнусь тогда Вот и Господь так устраивает Что у меня 15 лет вообще прослудных Заболеваний нет Вот они 5 человек в доме Да, они все переболели гриппом Они все вот ходят Кашляют друг от друга Подразились А меня не берет Она подходит на таблетки Засыпает Я говорю Зачем мне таблетки Меня Господь Нет, Господь Понимаю, Господь Все равно на выпьет таблетки Я говорю Ты маловерная И она на следующий день заболевает Вот Господь так показывает А она-то вместе со мной Все болеют А ее Господь хранит Она что за мной Хранила Ей тоже не дает гриппа Три прослуды И она передо мной хвалится Вот так вот Грипп говорит Видишь У нас как Господь хранит Уже 15 лет Не дает никакой прослуды Ни гриппа, ничего Вот И тут же дает мне таблетки Говорит На, выпей А то все болеют Я говорю Да ты что-что проговорил Что на Господь хранит Какие таблетки Вот И Господь ей дает грипп На следующий день Прям показывает Да Поверь ваше Да будет оно вам Тут что скажешь Поверь ваше Да Ну Она мне засыпает Эти таблетки горстями Я не знаю Что она сыпет Я ради нее только Пью там их А так Я не верю Таблетки Потому что Зачем мне Мне вообще не помогают Ни как совершенно Чтобы маму Ублажить только Да Ну а Когда она же Не скрежется Она же не отрежется Тогда Как я рад Думаю Думаю Как это она меня так любит И тут вдруг Говорит что она меня Уже и не любит И не знает И не хочет Даже видеть меня И знать обо мне Не хочет Эгоизм какой Но тут речь идет О другом конечно Когда болеешь Так ни до кого Действительно Я вот единственное Только у меня есть Такие переживания Конечно Хотелось бы Вперед Ну Шабана Пожила Конечно Месяц со мной Потому что Другому человеку Допустим Если Лишнее это Не накручивайте Потому что Вас не будет Как Сережа Даже самые близкие люди Которые вокруг тебя Они не смогут сделать То что делает Татьяна Ильинична А никто ничего Она же Чувствует меня Там буквально По одному движению Что мне надо делать Конечно Она как руки И ноги мои Вот А А другие С другими Людьми Надо как На нее И где-то И рыкнул И все Она Снесла Сверенно А другой Человек Кто меня там Будет выносить Он Это самое Кто мне Поможет Поможет Мне Ну Для смирения Опять же Ну Объясните А как я И руками Не объяснишь Ничего Я когда к нему Приехал Говорю Ой Сережа Я его не видел С бородой Да с усами Какой ты Мужественный Стал Прямо Он говорит А как мне Это дается Сложно Это же У меня Раздражение И Ощущения Неприятные Всякие Но приходится Терпеть Еще одно Терпение Переходи На долго Терпение Сережа Это Ну А Ну Даже Казалось бы Человек Человек Даже Не задумывается Человек Зачитался И он Раздел Почитал И все А я говорю Ты попробуй Не чеши Вот попробуй Не лезь И не чеши И какие-то Муки Вот это все Терпеть Так я удивился Он В носу Держит Эту самую Деревяшку Зубочистку Зубочистку В вороту Держит И этой зубочисткой В носу Себе там чешет Вы не видели? Он мне показывал Как это делает Татьяна Ильична Мне не только В носу Я так и глаза Чешу И там И все Стараете? Вот так Приспособился Мне противопоказано Смотреть Я болею Когда гляжу Я вообразить не могу Прикину себе Я бы Дня, наверное, нет Организм не выдержал Я целый месяц Сопливил На мост Пошел показывать Василий Племянник приехал Но меня перехватило Целый месяц Соплями Доблюсь И как счет Только совсем Занемогло никак Я сразу Сергея вспоминаю И Все Подавился И тихо Отполз назад Лежит Ты ходишь Ходишь А он лежит Ты встал на ноги Поклонился А он лежит Не могу У меня такое впечатление У меня все Болит сразу Вот сегодня Делал ролик Один выставлен Новый Тоже С того как Люди Ждут Вот этого Всего Нового Да Люди сегодня Жаждут Вот опять же Те времена Ну вот Когда Жаждут Слово Да А где Где его Жаждут 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 Где его Жаждут Жаждут хотел поделиться впечатлением от этого ролика который ты мне переслал то дом пашкова то про сашу дмуха вот смотрел сколько до конца посмотрел и потом вспоминал вот я не могу признать я в нем в этом человеке не могу увидеть сашу это совершенно для меня другой человек я его с первой минуты до последней вот как будто вот совершенно другой человек нету там саши там даже порошинки от того саши нету я просто что я в шоке был от его действия от его разговоров мотива действий со своими детьми которыми как он их что он не хват прямо отправляет заживо у меня конечно я не все выставлял там отношение тоже и ну такой он не спорит на мое состояние такой грубоват лично конечно да не то слово он не не себя они не других не жалеет и самых самых близких людей не жалеет вместе с собой тащит в ад я вспоминаю я я его вспоминаю радостным вот просто это светились глаза это во всем во всех его движениях была была светилась просто радость а тут это значит сейчас многие люди которые отводят как говорится и находят в собрании ну много так и у баптистов и людей и у православных отводят люди то что ну не могут в собрании находить единомышленников вот и как-то и уединяются и вот такие одиночки и как еще с ними быть как с ними делать то я себе не могу представить потому что я в собраниях то в принципе так по полоте не было никаких таких вот еще человека может смущать даже какие нужны допустим стимулы чтобы оставлять в собрании еще ничего не нравится нет а тот сродство духа вот я был когда после тебя на следующие выходные я был в москве встречались мы с ты фотографиями еще переслал наверное этот слава или дима переслали тебе мы целый после были на богослужении а потом после богослужения было занятие после занятия мы пришли в кафе и сидели чай пили и целый день мы проговорили уже темно на улице а мы все разговариваем какое какая близость душ понимаешь и находилась тема мы не разговаривали о болезнях мы не говорили не разговаривали чем-то суетно мирском а вот разговаривали о духовном вот люди чего я общаюсь с одиночками в большинстве люди еще смущает вот то что не принимают сегодняшних священников как правило рукоположение не верит в то что идет вот цель рукоположения да и то что отталкивает людей и сегодняшнее священство такое недостойное люди просто ну я уже муская допустим иконы там мощи это все в расчет не идет а люди просто не верят что вот такое священство может держать в себе Господь у людей просто идет олицетворение священства с церковью то есть вот иерархия церковная а для них это церковь они не могут разделить муху от котлет что называется я говорю вы всегда смотрите кроме того что вы видите еще нужно смотреть и другое нужно видеть что соответствует истине а что не соответствует истине так что мы делаем какой где ее взять истину если это не доказуемо это опять же поверь вот цепочкой опять же говоришь там с баптистами да чем то ее невозможно доказать и казалось бы и они правы и мы правы и вот а где ее истину истина только в слове Божием потому и вера то от слышания слова Божия если истины не нашли в слове Божием так ее и нету вообще нигде тогда а в иерархии ее что искать в человеке разве можно найти эту истину как в человеке как таковом если она не если этот человек не живет по слову Божию так в слове Божьем и написано как правым должно быть священство оно сегодня никак не соответствует словам ну да но тем не менее надо видеть далеко не все одинаковые священники тоже есть и другие и другая категория священников которые почему-то видят одинаковых всех почему-то видят и одни одинаковые я раньше тоже я начинал когда играть технические слушатели я думал что он говорит мне когда казалось что все такие хорошие священники а потом уже когда начал углубляться то они же народ то не очень ведутся совершенно в другую сторону людей то и какая же благодать на них может быть если они людей не учат пути о Божьем да ну а благодать и только Господь может сказать где и в каком месте благодать он когда псалмопевис Давид отступал и говорит Дух твоего святаго не отниме значит то какие то моменты Дух Святой может отступать от людей я сейчас только на Господа полагаюсь последний раз влечался при этом этим я уже говорю Господи я не буду ничего никаких судов творить будет пусть по воле твоей я говорю ты мне дай батюшу который уводит тебя пусть причстит и вот прям не приезжал священник у него приезжался а так я и не знаю что делать а что тебе делать ты ты находишься как бы вот ну как бы это сказать то не грубо чтобы звучало в идеальных условиях потому что мы я не за себя думаю я о людях я о себе у меня и мыслей вообще нету никаких я все о людях люди-то заходят вот на прошлой неделе парень один три часа ночи в деревне живут сейчас же что творится по всей стране мы не видим только в интернете вот если имеешь общение со множеством людей творится сейчас вообще идет вот раскол прямо буквально вот фильм посмотрите и раскол вот то что происходило во времена этого Никона то во времена Никона вот был один но один повторяется набирает с огромной скоростью этот колесон набирает обороты свои сколько народу вот в это впадают вы даже представить себе не можете в деревне в деревне идет огромное количество вот ради того происходящего это в принципе неплохо да я за того чтобы из городов уходили но вот творить вот такие вещи потому что я уже сам я раньше на батареярках что-то там поговорил сейчас уже забыл я уже боюсь это что-то и духом похудеть как-то вот так выступать против и батарея ну еще не время как говорится оно придет это время когда уже час пик когда уже надо будет отходить но это время нужно в духе как-то его прозветь увидеть это время понимаете да а быть раньше времени или остаться после времени это тоже как бы и вот это время не прозревать вот сегодня надо иметь особое отношение с Богом Господом чтобы не прозревать то время потому что опять же они же как раньше иерархи церковные как они говорили вы не переживайте мы вам все это самое озвучим в то время да а кто его озвучивать то будет они уже благословляют просто эти начертания принимать кто его озвучивает когда они собираются озвучивать его да никто ничего озвучивать не будет это будет вот только Господь и будет на сердце власть своим именно своим будет власть о тех временах информации да конечно те кто старается пребывать в Духе Святом Дух Святой их и научит увидеть это время ну да вот стоим как раз на такой грани что придет Господь и испытать всех да придет Господь и найдет ли веру и горит и горит и горит тем у кого нет печати Божьей в желе горе или счастье потому что горе это кратковременное я не знаю кому кому горе это кратковременное кому это пословица есть кому щижек и кому жемчуг мелкий. Ну да. Кто в чем видит счастье и счастье и воле, я не знаю. Народ у нас сегодня на Новый Год был, я уже не помню. Стреляют всю ночь, орут, не стрелятся. Я говорю, господи, что творится? А люди даже ни сном, ни духом не предполагают, что на мир идет вот такая пагуба. Народ бы сейчас на всех уголах, на всех перекрестках кричат, что идет, Христос гребет в мир. Говорят, ну как же, не услышите это, почему народ не проникается. И никому ничего, даже дела близко нет. Включайтесь, разговор. Включайтесь, разговор. Да он спит, сидит уже. То я что ли? Нет, нет. Какой-то. Я переживаю за каждое слово. Устает, Игнат Ильич? Устаете, спрашивает. Ну, конечно. Ну а что на силу тебя? А я, кого? Да не сейчас. Я вообще говорю. Вот сегодня мне скинули материал один, Головин Владимир из города Болгар. Часть первая, Алищин называется. Ну, мне говорят, пятая минута. Вот, и вы можете зарядить себя, увидите там где-то. И он обо мне говорит. Одна из наших подписчиц, Яна Кочкина, пишет как раз на эту тему. Отец Владимир, вы очень известный и наш любимый батюшка. Скажите, искушает ли вас лукаво тщеславие? Если да, то как вы боретесь? Нет. Не искушает. Наверное, это что-то более серьезное. Какой-то бой. А не тщеславие. Да нет. Да нечем. Ну вот, приходилось и приходится слышать проповеди и церковных настоящих проповедников. В церкви у нас немного, но есть, конечно, люди, которые высокой эрудиции, большого проповедительского таланта, высокой духовности. Все обознается в сравнении. Когда, если я себя вот сейчас возьму, с ними сравню, явно сравнение мое будет в пользу, но я могу назвать имена сейчас. Вот, например, очень эрудированный, известный там преднашенный отец Андрей Ткачев. Думаю, что интересные вещи, порой очень глубокие, говорит отец Дмитрий Смирнов. Насколько грамотно богословски и духовно Осипу. Я с особым желанием слушаю слова владыки Илариона, митроповеди нашего. Я думаю, что глубоко говорит наш патриарх. Я нахожусь всегда в что-то очень важное и глубокое в его словах. Можно других называть. Вот есть такой интересный проповедник, он давно уже имеет место в служении. Лапкин Игорь Тихонович. Своеобразный проповедник, надо прямо сказать, горячий такой. Но насколько он знает Священное Писание, насколько это конкретно, он говорит и сразу четко конкретно. Вот такая книга библейская, такая глава, такой стих. Но когда себя сравниваешь такими, чем тщеславец-то? Нет, ничего нет. Поэтому тщеславец особо нечего. Я-то, видите, к ним претензии имею, ко всем. Почему они людей привязывают к себе, а не к Богу, не к Слову Божию. Я как раз упоминал его уже не один раз. И Ткачула упоминал, как Андрей Кураев говорит, Игнатий меня по всем кочкам протащил. Я посмотрел, я вот 120 раз упоминал Андрея Кураева. Андрей Кураев не верит, что самые высокие горы были покрыты водой. Я говорю, тогда это Евангелие от Кураева надо уже читать, а не Евангелие от Матфея. Меня-то этим они в угол не загонят никак. Я должен сказать, ну, людям дайте направление к Слову Божию-то. Ты отошел, и все погасло. А экран погас, ничему не научился. А когда прямо показано ко Христу, он сам берет тогда Евангелие, считает, у-у-у, мне вот сколько пишут. Впервые я открыл для себя, что Библия – Слово Божие. А я все время долблю святая Библия, святая. И таких людей столько новых находится. Их надо у ног Христа усадить-то. Вот задача-то какая-то. Люди не верят в Христа. Для людей Христос – это что-то земное, прибитое в храме на гресте, а Христа от Небесного они не могут. Я вот сегодня только разговариваю с человеком. Ну вот, начинаешь, ты веришь в Бога, да? А кто Бог? Христос. А ты веришь на Царстве Небесное, что ты после смерти обретешь новое тело, даешь веру, и человек-то, для него эта вера далека абсолютно. Христа земного они верят, а Небесное для них не доступно. Поэтому вот для них батюшка близкий, такой нарядный, красивый, вот он и зачем им Христос? Да. Я вот посмотрел сейчас новый фильм, поставили 10 серий, а Григория Распутина – «Столетие, а со дня убийства». А я видел хороший фильм. Ты уже посмотрел его? Да. 10 серий, 10 серий. Ты все 10 серий посмотрел? Я прям за клёб погреться смотрел. Да, хорошо поставлен? Ну да. Видите, я уже отвечал на этот вопрос, что в России не было большего пророка, как он. И момент смерти его за, ну возьму я, допустим, пять тысяч лет, никто о своей смерти не мог сказать, как он сказал. Я уж не говорю, что Нострадаму сам о нём и прочее. Дело в том, что катаклизмы вселенского масштаба и предсказаны были в трёх вариантах. Если убьют просто крестьяне, ничего не будет. Или какие-то англичане, американцы. Если убьют дворяне, значит, дворяне будут на 20 лет вышвырнуты из России. Если из царской династии будет кто-то, под корень всё будет Бог вырубать. Вырубит всё. Два года не прошло, царя расстреляли. Это никто нигде никогда не говорил. Он единственный кричал, «Папа, то есть царю, не начинай войну! Не начинай, замирись!» Нет, народ будет объединяться. Царь вообще ничего не понимал. У меня раньше, когда я беседовал с Александром Менем, Дмитрием Дудко, Глебом Якуниным, я задавал один вопрос, который для меня не совсем понятен был. Как царь? Такой умница. Мог знаться с таким каким-то Распутиным. А Распутина-то ничего вообще не было. Более оклеветанной личности не было за мировую историю. Потому что масоны на базовском съезде поставили задачу дискредитировать. И притом ничего нигде не подтвердилось ни разу. Ни разу. У меня вопрос теперь такой. Как такой пророк Божий мог знать со таким хилым царём? У меня перевернулось всё в голове. Как? Царь-то кто он такой? Зачем он это начинал-то? И он ему сказал, что будешь под корень вырублен со всем семейством. Если только ты сейчас, царь, меня не тронут, 200 лет, ещё там 100 лет, столетия будет династия стоять. И теперь верят. И это одно из ста пророчеств, которые говорил. Это не он, Кронштадтский никто не говорил. Умер Ленин, умер Сталин, Наполеон. Никакой роли не было. От Распутина сразу две мировые империи пали. Две монархии ушли. И тогда уже Генненбург приходит. Тогда уже приходит Гитлер и дальше. И смерть Гитлера вообще ничего не изменила. Смерть Распутина изменила мировую историю. Ну а так, если вот предположить, допустим, ну а что могло бы случиться? Что за мировая такая фигура Распутина? На что он мог повлиять, чтобы не случилось такого? Что он мог сделать? Ну, если теоретически, то так. Царь бы, чтобы поверил ему. И у царя-то были знакомы. Но остров Мальту куда-то скрылся, там где-то среди монахов, чтобы никто его не знал, нигде не нашли. Тогда второй вариант, или там какой-то мой на три варианта было. Но случилось именно самое последнее страшное. И о смерти его пишут, и фильмы снимают. Почему? Это от Бога. От Бога это знаковая фигура за тысячелетия. Я до конца разобрался. Все о нем фильмы, все что можно было посмотрел, молясь. Канонизировать его не надо канонизировать, не надо. Вообще канонизации не должно быть никакой. Но он от Бога. От Бога. Это единственный в мировой практике человек, который говорил, ну отступись, иначе сгорит все. Никто. Это ни Вильгельма никто не удерживал. Ни Николая Первого, ни Петра Первого со шведами воевать. Никто никогда, нигде. Все воюй, воюй. И он один был. Это подцепи с высшей мерой. И мазапсоны поставили знак. Дискредитировать. И что о нем было сказано? Он гулял, распутничал. Проверкиши ничего нет. То двойника подсадили масоны там, то еще что-то. Ничего не было. Совершенно за ним не... Временное правительство создало специальную комиссию, в которой был блок писатель, поэт Александр Александрович. И закончилось чем? Ничего не подтвердилось. Не то, что он царисты там знался. Не то, что там выдавал министров там назначал. Все фальшь оказалось. А вы не допускаете, что Грозного так живут, так ли Виталия Иоанна? А в чем обвинили его? Что в Скове по 500 человек каждый день казнил? Это в житиях святых написано. Это в житиях святых никуда не делать. Каноны составлены. О том, как Корнилию руку отрубил. Он вышел благословлять. Он с крестом ему руку отрубил. Настоятель Псково-Пещерского монастыря. Это изверг был. Там клеветать не на что было. Зверюга. Зверь. Иоанн убил своего сына. Теперь что не было. А за этим ничего не было. Кроме того, что он в паломнических группах ходил поклонялся. Не было ничего. И что, ну может он покаялся. А пророк Давид Чубич. Ну ладно, говорил, что... Нигде он не покаялся. За шахматной доской так и помер. Шесть раз женился. У Распутина ничего этого не было. Из святых, которые по Библии, самые высокие это Ездора. У людей, у православных, у других, это Григорий Ефимович Распутин. Вот это две фигуры в равной степени, ну в своем отрасли можно смотреть. Я это докажу в течение буквально одного часа любому. Притом сегодня все опубликовано. И вот он там, сексуальные возможности, какие фильмы, все это порнография. Сегодня говорят, все это не было и было по заказу. Ничего не было. Совершенно ничего не было. Хотя бы одно событие было подтверждено. Ни одного. А этих событий на него тысячи навалили. Святой черт там, Илеодор там писал и другие. Сегодня мы насчитали, какие фильмы нам ставили. Речь идет о десятках фильмов. Лучшие артисты играли. А потом все опровергали, ничего не было. То есть выдумка была сплошная. Но Бог допустил избраннику своему пострадать. Я не знаю, кто у меня иконой его повесил. Я к нему как относился, возьми, Гурьянов, Кронштадтский. Все относились в высшей степени положительно, как к святому. К Распутина? А? Чья икона? Григория Распутина. Вот, покажи она. Да вы что? С младенцем. Вот, кто-то меня повесил, уже много лет висит. Среди иконостаса. Ну, рядом со Христом, вон маленький это. Иван, подхажи ниже. На второй, рядом-то. Протяни руку. Володя, рядом с нерукотворным образом Христа. Посмотри. А, ну, ну, я понял. Понял, понял. И кто это сделал, не знаю. Меня дома не было. Кто-то проник сюда в комнату и это... Ну, Надежда Васильевна, кто еще? Ну, я... Не знаю. Я еще буду... Я не стал спрашивать. Висит, значит, висит не мной повешено. Николай Гурьянов. Вот он еще четверть века назад говорил, что прибыли Распутин святой. Но он и о царе Иване Грозном тоже говорит, что он святой. Нельзя. Не может же он говорить, что об одном истину, а другом ложь. Потому что история говорит. Об Иване Грозном как можно сказать? Одна история... Ну, как история. Он прозревал Николая Гурьянов еще там 25-30 лет назад. Тогда он никаких документов никто не видел. Но история тогда уже была, в школе изучали. Убийство сына было или не было? Жития святых уже были написаны. Корнилия Печерского. А этого... Тут уже никак нельзя никуда. Это надо, как патриарх сказал, Алексей Второй, тогда надо все переделывать. Патриарха задушил. Патриарх об этом говорил, когда думали... Задушил же он этого. А? Задушил же он, но не своими руками, но отправил. Кто митрополита убил? Митрополита. Митрополита Филиппа канонизировал, тогда надо из канонизации убрать его. Митрополита. Первосвятителя, по сегодняшнему сказать, патриарха. Это зверь был. Шесть бракососочетаний только было. Хотя четвертого брака уже нету. Одно слово не так, все под нож. Ну, он разделил наземщину и оприщину, разделил страну. А вот он, руководитель хороший был, как Петр Первый. Антихрист. Хороший. И главное, в фильме даже показывает гнязь Серебряный. Он говорит, ну а как же наш брат, такой-то Филипп. Я убил всего две тысячи, а он восемнадцать тысяч в арфоломейскую ночь. Гугенотов-то сравнил с чем? Да восемнадцать тысяч каждый день абортов. Николай Гурьянов говорил о том, что ему казалось. Он ни одного события из жизни его не поминает. Сказали бы, как рассматривать убийство Филиппа. Ему не было. Я по частям делить буду. Он встречает его и благословляет. Благословляет крестом. Он тоже ему шашкой отрубил его. Убил. Берет на руки и понес отпевать. Но это-то мы никуда не можем деть. Это не советская власть писала. Это Дмитрий Ростовский пишет. Нет, тут разная единица. Если бы Россия тогда пошла на такие высоты, то антигриста давно бы уже убили и было бы. Это же наоборот, что Россию втаптывают в грязь, она является удерживающей переходу-то антигриста. Вы знаете, где сейчас Европа находится. А это случилось бы еще раньше, если бы Россия тогда, если бы царя не убили. Что ж, где ж, что-то достанем. Было уже мы в просветании. Это давно бы уже все. Ну, предположить, что бы было, когда бы царь. Царь бы был верующий, если бы. Настоящий-то верующий, а не курака. Не курил. Тогда и вопрос был бы другой. Мы говорим... Не вояка, не куряка. Да. А он, я солдат до гробовой доски. Ну, вот и получилось. Он полковник был. Не положено это было воевать. Он его мобилизацию начал делать. Он в больнице лежал в атаре. Он год провалялся в больнице, когда его хионе это зарезало было. Григорий это. Я там был в его месте. В его Покровском. Он оттуда телеграммой долбил его царя. Папа, не начинай мобилизацию. Ему Вильгельм говорил. Брат родной. Не делай этого. Не делай. Царь никак. Он разжег войну. И сам сгорел в ней. Тут по частям, если все разбирать... А если бы так... А Россия была бы. Пришел антихрист. Да бог его знает. Пришел, не пришел. По крайней мере, Гитлер не пришел бы. И тогда было бы русских сегодня минимум 650 миллионов. Не боялись бы там ни ИГИЛа, никого. 650. Полмиллиарда сожрали. Демоны. Тут вопрос не в Гитлере, а в развитии технологий. Да. В развитии технологий, они ускоряют переход антихриста. Вот так, технология технологиями, но если... Только я никак не пойму, почему падение России способствовало ускорению развития технологий? Чему содействовало? Ну, наоборот, замедлило ускорение технологий. Ну, то есть, замедлило в чем? Европа-то с Америкой, они развивались своим чередом. А Россия-то отстала и во времена астралинского железного занавеса. Россия на сколько лет отстала от Европы. Вот это мы начали с 90-х годов начать только нагонять. Сереженька, дорогой, да тут удерживающая десница Божия, она только во всем правит. Я ей говорю, что Господь так распорядился. Да, да, да. Мы просто рассуждаем, мы ничего не меняем и то другое. Была бы техника, она семимильными шагами шагала Россия. Ну, предполагаем, что и были бы люди крепкие, верующие. Сейчас мы видим, что семимильными шагами мы движемся в направлении этом, приближая приход Антихриста. Подтянут Россию, найдут средства. Он уже сейчас за какой-то месяц. Я был в Питере, в Москве, приехал в Барнаул, уже в Барнауле, в трамвае, в троллейбусе. Электронная оплата проезда, пожалуйста. А все уже близко к тому, чтобы ликвидировать наличную денежную денежность. У меня, вот, матушка пошла в этот, Сбербанк оплатить, ну, за квартиру, там, эти коммунальные услуги. И, говорят, уже требуют оплаты с картой, уже наличные не принимают. Да. Говорят, чтобы оплатили, а эти рачки говорят, что приведет отмена наличных денег. Так что, там не пожалеет денег дядюшка Сэм на то, чтобы нас подтянуть к этому общему уровню. А он, я вот смотрел, я гимнатический, в силу Трампа до последнего его выступления. Он хочет разорвать вот эти отношения России с Китаем и чтобы оплатили Россию в отношениях с Америкой. То есть, чтобы Россия как бы дружбу прекратила с Китаем. А с Китаем, а с Америкой улучшила, усилила. Вот. А что, с чему селилась? Так, а следом будет в Китае под брюще наше. Он над делами-то и впорит нам в брюхо. Они давно рисуют карту-то до Урала уже, их территория. Вот, и пожалуйста, они сейчас с Трампом и замутят новый мировой порядок. Он, и Трамп какой он, и ядный, и резвый какой. Он сейчас быстро все вопросы решит. И санкции отменит, и все, и дружбу наладит. Будем молиться только, чтоб Господь еще не отнял свою удерживающую десницу. А уж как Господь распорядиться, не нам судить. Ну, Господь сказал, что ради десяти. Даже если в десятером останемся, даже на десятерых надеяться можно. Чего же, а нас не действует, а нас по миру еще, ого-го. Ну, десять-то это только было в отношении Ниневии, а не вообще России. Или других стран. Ну, чего там его у вас еще и трясут. Ну, ты уже устал, наверное, Сережа? Давай, отдыхай. Я уж сутки не сплю сейчас, жду, ложись спать. Отдыхай, дорогой, хватит мы уже. Я рад, что тебя увидел. Это Игнат Тихич только инициативу проявил. Я говорю, я уже измучился, не знаю, что думать, как там у Сережи дела. Как уехал, и не могу до него никак достучаться. Я ему написал... Вы написали бы в скайпе. Скайп вы написали, я бы ответил. Я написал тебе в скайпе, я фотографии тебе отправил. Каждый раз захожу, как только в интернет, обязательно зайду в скайп, посмотрю. Нет, так Сережа ничего не ответил. Я не знаю, может, я пропустил. Я уже думал, что чем-то тебя обидел в своем присутствии, когда был у тебя, или что-то сказал не так. Так что уж прости ради Христа. Игорь Андреевич, я аминный капитан, аминный. И еще не прилипи Господь обижаться, не кого-то обижать. И для меня это страшное дело. И я наоборот стараюсь залезать за собой все следы. Но я вот тоже это же пытаюсь сделать. Спаси тебя, Христос, дорогой. Отдыхай. Мы уже будем прощаться. С Богом, Сережа. Рад и мусульминация. С Богом, роди. С Богом. Татьяна Евгеньевича, поклон. Всех с Богом.